Молочай трехгранный, уход в домашних условиях. В этой статье войдет речь про популярный суккулент, который часто используют для озеленения офисных помещений и квартир, молочай трехгранный. Как правильно за ним ухаживать, какие болезни и вредители могут угрожать цветку и как с ними бороться, а также интересные факты и суеверия, связанные с этим растением, ниже. Описание цветка. Молочай трехгранный или треугольный иуфорбия – стеблевой суккулент из семейства молочайных. У него мясистый стебель с тремя плоскими гранями. На гранях расположены обычные листья каплевидной формы и видоизмененные в виде колючек. Молочай трехгранный – родина растения, субтропическая зона Африки и Америки. Молочай быстро растет и может достигать высоту до 3 метров, так что подходит для озеленения офисных помещений или просторных квартир. К сведению иуфорбия всех видов – ядовитое растение. Внутри ее стебля находится сок белого цвета, который при попадании на кожу или слизистые оболочки может вызвать раздражение или ожог. Из-за того, что это растение по своему внешнему виду напоминает колючку, у любителей суккулентов часто возникает вопрос – молочай треугольный – это кактус или нет? Ответ однозначен – нет. Все виды молочая относятся к семейству молочайных, а кактусы к семейству кактусовых, не стоит их путать. Пользу и вред. В древней медицине порошок из корня растения применяли для обработки ран после укусов ядовитых змей, а млечный сок использовали для выведения бородавок и натоптышей, а также как слабительное рвотное средство. Он обладает способностью поглощать неприятные запахи и электромагнитное излучение, поэтому его целесообразно оставить на кухне и помещениях с сарктехникой. Как и все зеленые растения, в процессе фотосинтеза обогащает воздух кислородом и поглощает углекислые газету. Обратите внимание, с осторожностью стоит заводить в семье, где есть маленькие дети, во избежание травм, так как молочай имеет остре шипа и ядовитый сок. Уход за молочаем трехграном в домашних условиях. При выращивании цветка стоит помнить про кое-какие нюансы. Освещение молоча трехграны – светолюбивое растение. Дома его нужно помещать на подоконнике окон, выходящих на южную или юго-восточную сторону. В летнее время можно выставлять на улицу, но следить, чтобы цветок не находился под прямыми солнечными лучами, это может вызвать ожоги. Хорошо, если это будет кружевная тень дерева или навес. Важно! Зимой необходимо увеличивать световой день и лучше всего для этого подойдут лампы дневного света. Температура – это субтропическое растение, достаточно комфортно себя чувствует в домашних условиях при температуре до 25 градусов с без резких перепадов. Зимой оно находится в состоянии покоя и оптимальной будет температуры до 18 градусов, поэтому не стоит в этот период оставлять кашпо с молочаем. Вблизи приборов, излучающих большое количество тепла, батарей, обогревателей, кухонной плиты. Полив суккуленты не любят избыточного количества влаги. В жаркий период достаточно будет еженедельного умеренного полива водой комнатной температуры. В зимнее время потребуется не чаще одного раза в месяц, иначе корневая система может загнить, что приведет к гибели растения. При недостатке влаги молочай теряет листья, чтобы сократить объем испарения. Что интересно, то же самое происходит при ее избытке. В дополнительном увлажнении воздуха или опрыскивании молочай не нуждается достаточно обычного регулярного проветривания помещения. Обратите внимание, время от времени необходимо очищать листочки и стебли от пыли мягкой влажной кисточкой. Грунт подкормки молочай нуждается в рыхлой и воздухопроницаемой дренированной почве. Можно приобрести в магазине специальный грунт для суккулентов или приготовить его самостоятельно. Для этого необходимо смешать торф, песок, дерновую почву и перегной в равных долях. В качестве дренажа использовать керамзит. В силу своей неприхотливости растение не нуждается в дополнительных подкормках, это может ему навредить, вызвав бурный рост стебля, который не будет успевать набрать орочность, станет хрупким и ломким. При необходимости молочай можно подкормить один раз в год специальным удобрением для кактусов и других суккулентов. Цветение, как и у любого покрытосеменного растения, у молочая трехгранного наступает период цветения, однако происходит это только в дикой природе. В домашних условиях растение никогда не цветет. Молочай в живой природе обрезка, поскольку и у форбии растение очень высокое, в условиях небольших помещений часто производят его обрезку. Для этого стоит просто обрезать верхнюю часть стебля на нужной высоте острым ножом и присыпать срез золой, можно растолочь уголь. Обратите внимание, после обрезки может появиться множество боковых побегов и молочай будет иметь уже несколько другую форму, станет более ветвистым. Размножение Таким образом, размножить растения не составит никакого труда. Важно, обязательно наличие в горшке сливных отверстий, чтобы ни в коем случае не возникла переизбытка влаги. Размножение и у форбии пересадка Молочай растет достаточно интенсивно, поэтому молодые растения рекомендуется пересаживать ежегодно, а взрослые – раз в 3-4 года. Делать это лучше весной. Кашпоп отбирать нужно соответственно размеру растения, но не слишком глубокое, так как корневая система субкулента поверхностная. На дно горшка, в который планируется пересадить крупный экземпляр, рекомендуется положить что-то тяжелое в избежание его опрокидывания. Особое значение стоит придать количеству дренажа, его должно быть много. Важно, как при обрезке, так и при размножении и пересадке необходимо соблюдать технику безопасности и обязательно надевать на руки перчатки. Во-первых, растение имеет толстые шипы, о которые можно пораниться. Во-вторых, на срезах или местах слом будет обильно выделяться ядовитый сок, вызывающий ожоги и раздражения на коже и слизистых оболочках. Болезни Молоча и треугольные растения неприхотливые, однако при ненадлежащем уходе у него тоже могут возникнуть проблемы, желтеют листья и стебель, избыток или недостаток микроэлементов. В очах появляются бурые пятна, напоминающие ожоги, слишком долгое пребывание под прямыми солнечными лучами опадают листья, недостаточные или чрезмерные полей в плохой дренаж. При слишком большом избытке влаги может наблюдаться загнивание ствола снизу. Ожоги на стебле избавиться от перечисленных проблем можно, устранив причину их появления. Вредители Вредители редко атакуют иуфорбию благодаря ее ядовитому соку, однако иногда это случается. Определить, что растение подверглось нападению, можно по следующим признакам. Тляй, черные или зеленые маленькие насекомые на листьях. А не очень хорошо заметно паутинный клещ выдает свое присутствие наличием паутины, мучнистый червец покрывает растение белым налетом. Если своевременно не принять меры, растению может быть нанесен ощутимый вред, а в самом худшем случае оно погибнет. Можно использовать окупные инсектициды или опрыскать листья и стебель водным раствором хозяйственного мыла. Приметы и суеверия Считается, что не стоит держать молоча и в спальне, особенно супружеским парам, так как в отношениях могут возникнуть колкости и проблемы с зачатием. Если растение находится недалеко от входа, то является стражем благополучия защищать дом от дурного воздействия. Не место для растения там, где постоянно течет вода, так как позитивная энергия утекает с водой, а негативные остаются, хозяева дома могут тяжело заболеть. Цветок дома Обратите внимание, цветок на рабочем столе способствует карьерному росту, но только если за ним правильно ухаживать. Если растение заболеет, хозяина или хозяйку ожидает проблемы на работе. Таким образом, молочай трехгранные неприхотливые высокорослые растения, которые отлично подходят для озеленения дома и офиса. Цветок неприхотлив в уходе, редко подвергается болезням и атакам вредителей. В домашних условиях не цветет, размножается вегетативно-черенкованием. Но он ядовит, поэтому стоит 300 раз подумать, прежде чем приносить его в дом. Субтитры создавал DimaTorzok